Всем привет! Ну что, начинаем опять экспериментировать с нашими волосиками. Ну, даже не экспериментировать, а просто их приводить в нормальный вид после мужа. Так что будем осветлять корешочки, тонировать длину. Значит, осветлять корешки я буду супер-блондом, как обычно, но я хотела взять Константин Блан попробовать. Вместе один, он такой белый-белый. Но в магазинчике, где я покупаю краску, не было этого оттенка. И мне девочка посоветовала, говорит, сейчас все салоны перешли, очень ходовая краска хорошая, отечественная. Теппиа Майя Пойнт, оттенок 117. Говорит, очень хороший цвет делает, такой натуральный, красивый. Так что вот осветлять я буду корешочки вот этой красочкой на 12%. Она, конечно, была в шоке, что 12%. Но я считаю, лучше взять больше оксид, чтобы хорошо осветлилось, чем потом вот эти вот нежелательные оттенки желтые, цеплячьи получились, лучше 12%. У меня голова сейчас грязная специально, чтобы кожа головы не повредилась. Как бы вот так вот буду делать, как обычно. Вот эта красочка Теппиа и 12% тексик. И тонировать длину, так как я вам говорила, я летом не люблю распущенные волосы носить. Буду просто вот таким вот Эстель Ньютон хочу. Там у нее масла классно, она и ухаживает за волосами классно, вот хочу. Вот такой красивый оттенок 965. Помните, я делала с тобой баню. Но вот сейчас вот хочу просто оттеночек придать, потому что я гульки ношу, хвостики. Там сильно не видно будет, что у меня за цвет, поэтому я решила не буду тонировать длину. Просто вот буду поддерживать, пока жарала такими вот. Потому что я не ношу распущенные волосы с мислом. Так что разделю видео это на две части. Значит, вот это будет видео с осветлением корней, вот этой красочкой. Результат. А во втором видео уже покажу, какой оттенок получился вот с этим Ньютоном. Чтобы кому что интересно, чтобы мне было все в одной кучке, было удобно смотреть. Так что будем осветлять корешки и поехали. Хочу показать, что значит у меня до. Ну, смотрите, смылся мой Матрикс. Я там вот еще концепт такой бальзамчик у меня был, анти-йеллоу. Ну, прикольный, неплохой. Такой легенькую такую сириночку, серебрястиночку дал. Арктический цвет у меня там был. Понравился. Мне нет какой-то фиолетового, синего. Красивый, нежный, такой вот прохладненький цвет был. Мне понравилось. Я брала такой пробничек чисто на отдых. Классно получилось, мне понравилось. Значит, смотрите, ну, как обычно у меня уже тут корешки. Во, какие большие. Мое пятно. Вот такие вот у меня корни. Сейчас посмотрите, здесь какие они. Глубину тона я сильно свою не знаю. Мне кажется, что это на уровне семерочки. Мой натуральный цвет. С проседью. Уже такие мелкие по всей голове. И вот это вот пятно вылезло. Непонятное, как я вам говорила. Ну, вот, значит, сейчас я буду вот красочкой. Тэфи. Разводится вот прям тут написано. Один годовый. Майпоинт. Ну, вот, девчонка мне сказала, что цвет красивый получается. Значит, вот тут такая вот табличка. Кстати, так вот все удобно делает. Смотрите, все сразу видно, как распадить, сколько держать. Класс, наши красочки рулят. Чего мы все что-то ищем где-то там, далеко. Все рассчитываем, что где-то лучше. Российская президентная Россия. Кстати, концепт тоже российская, да, братья краска тоже крутая. Ну, конечно, как в Эллу я пробовала, стоит, конечно, наверное. Короче, эта краска вообще дешманская. Вообще. Даже дешевле эстей получается. Так что, девочки, кому надо бюджетненько. А бюджетненько я тоже люблю. Чтобы... Я хочу, чтобы было бюджетно и круто. И одна красочка желательно. Ищем, ищем. Так что будем пробовать вот эти. Еще не очень дорогая Константин Де Лайм. Это трио как-то там серебристый такой. Вот тоже хочу ее попробовать. Там палитры такой прям белый-белый оттенок. 12-11. Вот тоже хочу попробовать, но не было в наличии. Думаю, ладно, в следующий раз. Девчонка поставила вот это, где все парикмановские сейчас вот перешли. Ну, не все, но большинство. Так что, ну ладно, посмотрим. Значит, тут у нас вот написано в табличке. Значит, что у нас написано? Если осветление до двух тонов, то разводится один к одному 45-30 минут. Если до трех, то оно при корневой зоне 40 минут на 9% оксиде. Окрашивание специальными оттенками для седины. Ладно, нам это не надо. Окрашивание специальными оттенками для седины 10 уровня. Специал грей. Нет. Это нет. Вот. Специал блон. Как это там читается? Не знаю, ладно. Спецблон, короче. Осветление до 4-5 оттенков с использованием ряда вот этого специального. Один к двум. Значит, прямо написано. 30 миллилитров краски, то есть полтюбика, тюбика, это 60 миллилитров. Значит, тут прямо расписано. 30 миллилитров краски и 60 крем-окислителя. 12 процентов. Вот даже тут указано, что лучше 12 процентов. 50 минут. Значит, кстати, даже написано содержание. Жаня, сколько аммиака, единичка, аммония и резарты. Короче, я вам покажу. Кому интересно вот так? Ладно. Ну ладно, я думаю, в интернете, если кому интересно, сколько аммиака, того сего. Тут все, кстати, расписано. Состав, все. Короче, круто-круто, молодцы. Все наши умеют, если хотят. Так что... Конечно, вот что я не договорила. В красочке Белла Калистон там волосы так блестели. Там уже, конечно, ухаживающих свежих. Здесь это все день, поэтому она и дорога. Тут, конечно, будет, наверное, всего это поменьше, но тоже тут в составе, что-то я читала, какие-то масла вроде бы были. Не помню. Это я читала в этих... Вот, поэтому тут тоже вроде какие-то масла есть. Еще одну крутую красочку мне посоветовала девчонка. Там прямо на пчелином воске, говорит, волосы сказка, мягкие, офигенные. Ну, стоит она, конечно, только-то на уровне Матрикса. Ну, я не знаю, сколько раньше Матрикса, я им не красилась, но сейчас он такой невешевенький. Как бы вот на уровне Матрикса стоит та красочка. Как-то там название. Экос, Экос Лайн, что-то вот такого плана. Вот она, говорит, очень классные волосы, тоже хочу потом. Короче, до жара закончится, вот ближе, может, в августе или в сентябре посмотрим, там, протонировать длину уже той красочкой. Может быть, она напитала как-то волосики. Ну, вот хочу попробовать тут, вот именно потонировать длину. А на корешке я решила вот эту попробуем, потом, может быть, с Констант Далан в следующий раз попробую. Короче, сегодня 117-й оттенок, красочка Теппи, разводится один к двум. Я вначале, наверное, полутюбика разведу на всякий случай. Ну, мне обычно этого мало. Ну, ладно, как говорят, чтобы вот этот химический процесс вдруг не закончился. Я вначале половинку разведу, если вдруг не хватит, еще половинку. Так что, ну, а в следующем видео, как я вам говорила, уже буду тонировать длину. А в этом покажу результат чисто от спецблонда. Вот, мешаю красочку. Значит, смотрите, как удобно в этой красочке. Я даже весы не доставала. Вот, так, где-где-где-где-где-где? Стоп. Короче, вот три четверти. Где-то одна вторая, вон, замялась. Видите, тут в упаковочке. Короче, вот здесь вот одна вторая полутюбика. Вот я так, как показывала вам ранее, можете, кто не видел, лайфхак. Вот так вот, чтобы выдавить прямо до конца-конца-конца. Вот так вот беру бутылочкой, видите, как лист бумаги получается. Вот я ровно сделала. Да, одна вторая, вот она тут примялась. Ну, и целую бутылочку кислителя вылила. 60. Получилось 30 краски. 60. Ну, это я пока мешаю. Вот такая густенькая. Это я мешаю половинку пока. Буду смотреть. Если понадобится еще половинка, потом свежачечка намешаю. Так что вот такая, смотрите, густая красочка получается. Ну и все, буду мешать и наносить на корешки. Смотрите, какого интересного цвета красочка. Ну, тут на видео она более розоватая, а на самом деле она больше такая фиолетовая. Прикольный такой цвет. Ну вот я корешки намазали с заходом на рыженцу. Вот это что от других спецблондов было. Такая интересная розовая, какая-то фиолетовая. Ждем 50 минут. Все, я уже волосики смыла. Но я сейчас, как вам говорила, буду тонирующую масочку наносить. Вот такой вот тон. Но это будет уже второе видео. Потому что кому... Чтобы было удобно. Кому про супер-блон надо, будет это видео. Кому именно интересна та тонирующая масочка, посмотрит другое. Значит, смотрите, они у меня еще мокрые вот такие. Значит, на мокрый цвет. Хочу показать. Вот он такой вот немного с желтиночкой. Ну, если кто не знает, что супер-блонды они до белания не белят. Это не порошок. Поэтому при них волосы более-менее живые остаются. Так, где тут мне... Вот мокрые. Я просто уже подсушила челочку вам. Вот. Вот такой цвет. Достаточно неплохой, да? Сейчас мы уже подлижем. Так. Ну, он с небольшой желтинкой, но такой относительно хороший. Вот. И, значит, и челочку я уже подсушила, чтобы показать вам. Короче, получилось там, где у меня уже переосветленный участок. Немножечко провалился этот фиолетовый цвет. Значит, я еще помыла, как обычно, фиолетовым шампунем на всякий случай, чтобы и по длине нейтрализовать желтизну, и на корешках, чтобы ее не было. Поэтому я, значит, смыла волосы шампунем в стабильный цвет для стабилизации, и завершения этих химических процессов. Ссылочки скину вам в описании всех продуктов, которые я использовала. И бальзам стабилизирующий я не использовала. А вот фиолетовый. Значит, я вначале помыла волосы стабилизирующим шампунем вот этим. Потом я фиолетовым шампунем помыла для нейтрализации желтизны. И потом... А, потом масочку нанесла от камня минутка с органовым маслом, со всякими... Чтобы немножечко вот эти сухие участки напитать, чтобы сильно не просела тонирующая моя масочка. Поэтому я масочку это нанесла, чтобы не провалилась сильно. Сейчас я вот эту челочку буду опять мочить. Я для вас ее посушила, чтобы показать, что мне получится. Посмотрите, ну неплохо. Как бы за такие деньги, вообще, хочу сказать, шикарно. Ну, смотрите, у меня волосом по себе не толстый. У меня волос густой, но тонкий сам по структуре. У меня волнистый, он кучерявится. В детстве была кучеряшка. Поэтому, естественно, он пористый, легенький. Может быть, он у меня, в принципе, вот когда я делала эмилирование, очень хорошо осветляется. Поэтому, смотрите, у кого более плотный и темный, конечно, может так и не получиться. Поэтому у меня волос такой более тонкий, на седьмом уровне такой вот. Ну, вот у меня достаточно, в принципе, неплохо. Вот, да, осветлилось. Я считаю, неплохо. Только что провалилась. Вот как бы концепт мне чем понравился, что она не дает никаких оттенков. Ни фиолетовых, ни серых, ни синих. Она вот такой белый. Ну, тут тоже, да, так вот он. Но это на камере, конечно, вообще какой-то белый. Как бы в жизни он немножко вот здесь такой серенкой. Но это один раз помыться пройдет. Как бы вот в этом белом вот этом участке. Ну, естественно, и шампунь фиолетовый немножечко тоже тут такой холодинку дал. Ну, такой прям, да, тут белый-белый такой получился. Вот где переосветленный. Вот челочка у меня какая-то образовалась. Не знаю, это растет или что-то. Вот что-то мне Матрикс этот не понравился. Не знаю, почему он всем нравится. У меня от него вот реально волосы посыпались. Он какой-то очень жесткий. Очень жесткая краска. Вот это Мяачный именно серия. Какая-то там Синк. Ой, не, не Синк, там, короче, не помню, как она там называется. Не понравился мне Матрикс этот Мяачный. Вообще жесткий, волосы жесткими. Вот это, кстати, Тэфиа, Майпоинт. Смывалась очень мягенькая такая. Волосы не жесткие никакие. Чувствуется, там какие-то масла видно есть. Как бы очень неплохая. Для таких денег сказка. Ну, вот концепт, конечно, не настолько мягче. Вот это, мне кажется, более такая вот с добавочками такими ухаживающими. Побольше вот это будет. Хотя по цене она дешевле. Но в концепте 100 миллилитров. А здесь шельса, как бы. Ну, концепт мне вот тоже понравился. Он не проседает вот такими серыми, с какими-то фиолетовыми цветами. Тут немножечко такое есть. И моя белая вот эта вот, немножечко, да, фиолетовая провалилась. Но довольно-таки неплохо осветлила. Как бы, знаете, хорошо. Не знаю, вот все в восторге от Вэллы. От Вэллы качество. Да, волос мягкие, офигенные, суперские. Там, наверное, масло налили вообще хорошо. Вот. Но отбеливал он мне хуже. Он такие более желто-рыжие. Как-то медные, говорят правильно. Медные получались. А вот этих недорогих красок, такие как концепты, тефи, намного белее лично у меня получается. Я не знаю. Мне Вэллы вообще, хотя все Вэллы пользуются, всем нравятся. Не знаю. Я еще Лонду не пробовала. Как-нибудь надо Лонду. Этот аналог Вэллы. Ну вот, видите, такая легенькая-легенькая желтинка. Но затонировать такую желтинку очень легко. Любой красочкой на девятом уровне. То есть для фона осветления это очень даже неплохой результат, хочу вам сказать. Некоторые даже на других красках такого результата не достигают. Ну, что хочу сказать от себя. Пробуйте. Ну вот у меня вот так получилось. Мне понравилось. Очень хорошие, кстати, парикмахеры хвалят эту красочку. Вот я видела даже другие блогеры и парикмахеры, которые профессиональные. Они, говорят, классные цвета и пигментация у них. Все-все-все на хорошем уровне. Поэтому пробуйте. Смотрите, как у вас получится. Это же, естественно, у всех волосы разные. Тонкие, толстые, темные, светлые. У всех получается по-разному. Ну вот у меня получился вот так. И мне очень даже понравилось. За такие деньги сказка. И концерт мне понравился. Вот еще хочу попробовать. Константин-де-Лайн. Тоже недорогая. Она итальянская, да? Константин-де-Лайн, да, итальянская. И тоже недорогая. Так что я потом-то попробую. Там как по палитре вообще цвет белоснежный. Такой прям как отбеленный до бела порошком. Поэтому мне прям вот просто тупо интересно. Так что подписывайтесь, оставайтесь со мной. В следующий раз покрасимся той красочкой. Посмотрим, что у нас получится. А Дэфи... Класс. Так что с вас лайк, подписка, колокольчик. Не теряемся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok